Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Pro Evolution Soccer 2010 прогрессирует в лучшую сторону. На этот раз японцы готовы порадовать нас новыми геймплейными фишками и красивой реалистичной графикой. Машинариум – штучный продукт, сделанный с максимальной отдачей всех людей, причастных к нему. Такую игру даже сложно назвать развлечением, привычным пониманием этого слова. Star Wars – The Force Unleashed. Игра с годовалым опозданием приходит на PC вместе с тремя новыми уровнями, каждый из которых предлагает взглянуть на Звездные войны после смерти Дарта Вейтера. Dragon Age Origins. Брутальная и одновременно завораживающая сага в лучших традициях Baldur's Gate. Сражение и судьбы, любовь и ненависть, кровь и поцелуи – все переплетено в этом мире. И сразу немножко футбола. Игрушка, которую ждали многие геймеры, наконец-таки увидела свет. Встречайте, PES 2010. На этот раз японцы приготовили нам хороший сюрприз. Они договорились с представителями Лиги Чемпионов и Кубка Уэфа об использовании их символики. Поэтому теперь любимые турниры не останутся в стороне от игроков. PES 2010. Очередная игра серии Pro Evolution Soccer, в которой разработчики реализовали принципиально новые геймплейные элементы и невиданный реализм движений футболистов и окружающей среды. Кроме того, в стране не остались анимация и управление. Также была значительно переработана система пенальти. Отныне она будет зависеть лишь от мастерства игрока, а не от везения. Стиль игры и индивидуальные особенности футболистов теперь более точно воспроизведены при помощи специальной системы карт. Выбрав игрока в тактическом меню, мы видим, что его умения отображаются с помощью карт, похожих на игровые, этакие козыри. Неудивительно, что PES 2010 движется в лучшую сторону. За год разработчики значительно увеличили штат сотрудников и разделили их на несколько департаментов. Благодаря такому системному менеджменту эффективность, скорость и качество разработки значительно повысились. Каждый отдел не только занимается своей частью игры, но и работает над долгосрочными планами, в соответствии с которыми будут эволюционировать последующие части PES. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске Pro Evolution Soccer 2010 займет 10 ГБ. PES 2010 каждому гранду европейского футбола соответствует свой стиль игры, будь то атакующий Манчестер Юнайтед или Барселона, либо оборонителей Милан или Бавария. В игре также существенно доработан режим игры по сети. Кроме того, предусмотрены и постоянные обновления составов и характеристик игроков. Пятерка за геймплей. Графически игра способна удивить очень многих. PES 2010 прошла череду серьезных визуальных модернизаций. От полета мяча до движения футболистов. Все теперь максимально приближено к реальности. Детализация стадиона также претерпела изменения в лучшую сторону. Чего только стоит проработка травы. Пятерка за графическое оформление. Реакция зрителей на то, что происходит на поле, теперь намного разнообразнее. Здесь появились новые речевки и аплодисменты. Толпы поклонников теперь реагируют на игру спонтанно, высказывая свое неодобрение или наоборот поддержку. Комментаторы подливают масло в огонь, накаляя страсти своими фразами, выкриками и всяческими голосовыми эмоциями. Общая звуковая атмосфера на твердую пятерку. В предыдущих играх ПЕС состав команды определял движение футболистов. В ПЕС-2010 представлена новая система, где индивидуальный стиль атакующих и защитников будет неотъемлемой частью того, как они будут играть. Эти особенности искусственного интеллекта для каждого футболиста будут своими, а другие полевые игроки будут реагировать на действия этого футболиста. Общая оценка игры – 5 баллов. В управлении вашим клубом задействовано гораздо больше элементов, чем в прошлых частях. Поэтому контролировать то, что происходит у вас в команде, не так-то просто. Наши ответы на ваши вопросы помогут вам побыстрее разобраться, что к чему. Первый вопрос. Помогите, никак не могу понять новую систему пенальти. Что тут надо делать? Отвечаем. Чем дольше вы держите кнопку удара, тем выше будет лететь мяч. Направление удара сдается в момент замаха. Чем дольше держите направление, тем радикальнее меняется это самое направление. Следующий вопрос. Подскажите, как голкиперам и ловить удары? Отвечаем. А вратарем нужно управлять с нажатой и удерживаемой кнопкой удара. И, конечно же, пытаться угадать, куда соперник будет бить. Следующий вопрос. Подскажите, а как завить низом и чтобы сильно? Отвечаем. Нужно сделать все то же самое, что и при обычном ударе, с одним лишь отличием. Не удерживать кнопку удара, а всего лишь резко нажать. И снова Звездные войны. На этот раз мы расскажем вам об игре Star Wars The Force Unleashed. Этот проект был задуман как игра, которая раз и навсегда закроет тему темной стороны силы. Давайте посмотрим, что же получилось у разработчиков. Force Unleashed должна была стать первой игрой нового поколения во вселенной Star Wars. История Старкиллера, тайного помощника и ученика Дарта Вейдера, оказалась злым и стремительным слэшером, который использовал указанные технологии исключительно в оформительских целях. С точки зрения геймплея, Force Unleashed проигрывала всем жанровым конкурентам, включая, разумеется, God of War. С другой стороны, все претензии по поводу недостаточного применения технологии, все придирки к однообразным комбы застревали в горле ровно в тот момент, когда Старкиллера под вашим управлением хватал Тай-Файтера и швырял его в гигантский имперский крейсер. Когда он поднимал несчастного штурмовика, и пока тот не задохнулся, пускал через его тело тысячу вольт из пальцев. Когда он запускал красный лазерный меч бумерангом, и тот, обезглавив несколько вуки, возвращался в руку с характерным звуком. Force Unleashed выигрывала самым нечестным, самым неспортивным образом. Она давила на ностальгию. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 25 ГБ на жестком диске. С точки зрения геймплея, за год в игре не изменилось ровным счетом ничего. Кроме того, игровой процесс заинтересует далеко не всех. Практически все наши действия сводятся к простенькому выносу врагов с помощью цветной палки, которая только внешним видом напоминает меч джедая, но эффективность ее равна обычной резиновой дубинке. При повышении уровня сложности появляется вероятность более вдумчивого использования всех возможностей вашей силы. Но для этого желательно иметь совместимый геймпад, так как управление клавиатурой и мышью оставляет желать лучшего. Часто мешает и камера. Впрочем, с ее помощью разработчики пытались добавить зрелищности. Наша оценка геймплея всего 3 балла. Графика в игре скорее разочаровывает. С одной стороны, оформление очень хорошо передает атмосферу оригинальной саги «Звездные войны». С другой стороны, постоянные глюки камеры, скучная анимация, скудные текстуры и модели, а также некоторые другие технические ограничения, не позволяющие насладиться игрой в полной мере. За внешний вид мы ставим 4 балла, но только благодаря антуражу «Звездных войн» и обилию видеовставок. Стилистика звукового сопровождения практически полностью позаимствована из фильма, что вполне понятно, так как разработчик — компания LucasArts. Поэтому мы ставим 4 балла за «Звук» и предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, чтобы самим оценить звук. «Звездные войны» Star Wars The Force Unleashed — проект, портированный на компьютеры, произвел не самое приятное впечатление. На консолях год назад игра выглядела более прилично, чем в нынешних условиях. Но, тем не менее, поиграть в неё стоит, а мы готовы помочь вам с прохождением. Первый вопрос. Помогите пройти локацию с боссом из железа. Я его убил и не пойму, что делать дальше. Отвечаем. После расправы над боссом нужно пройти по правой стороне каньона и использовать свою силу на одной из железных конструкций так, чтобы опустить её вниз. Следующий вопрос. Как пройти игру на орбитальной станции? Я уже запарился проходить это место. При помощи силы притянул к себе дестройер, а дальше ничего не получается. Помогите. Помогаем. Действительно, это не самый приятный момент в игре. Но проходится он довольно просто. После того, как притянули к себе этот кораблик, нужно некоторое время подержать прицел в зелёной зоне. И в определённый момент нужно нажать клавишу «С» и повести мышкой вниз. После непродолжительных тренировок должно получиться. Кстати, файтера лучше сбивать заранее с помощью молнии. Смотрите далее. Машинариум. Штучный продукт, сделанный с максимальной отдачей всех людей, причастных к нему. Такую игру даже сложно назвать развлечением. Привычное понимание этого слова. Драгон Эйдж Ориджинс. Брутальная и одновременно завораживающая сага в лучших традициях Балдурс Гейт. Сражения и судьбы, любовь и ненависть, кровь и поцелуи. Всё переплетено в этом мире. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп, реклама пошла. Так, Дмитрий, тише. Мне надо записать важную мысль. ЖЖ. Только вот какую. Сделай паузу, скушай твикс. Про point and click квесты принято говорить, что этот жанр умирает. Умирает он, впрочем, уже лет 10. На смену изолированным загадкам приходят пазлы, чья логика пронизывает всю игру целиком. Вместо сейфов и шахматных досок — виртуальные миры. Но никто не посмеет сказать, что квестам пришёл конец. По крайней мере, пока есть такие проекты, как «Машинариум». Машинариум не бросает и вызов жанру. В нём нет концептуальных открытий, он ничего не символизирует. Зато там есть маленький робот Йозеф, похожий одновременно на Чарли Чаплина, бендера из Кутурамы и складной стакан из советского набора туриста. Номинально тут присутствует сюжет. Йозеф должен спасти городскую ратушу от взрыва, сорвав коварные планы злобных роботов-бандитов. Но вряд ли вы будете часто задумываться о причинах, происходящего на экране. Игра рассыпается на короткие зарисовки. У робота-дамы пропала робот-собачка. Уличный оркестр роботов потерял музыкальные инструменты. Или вот сам Йозеф упал и развалился на части. Его нужно собрать. Системные требования к игре следующие. Процесс, работающий на частоте 1,8 ГГц. 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти. На жестком низке Машинариум займет 500 МБ. Машинариум квест настолько кондовый, что даже самый искушенный геймер будет удивлен. Впрочем, прошлые предвведения чешского аниматора Якоба Дворски отличались еще большим аскетизмом. Там не было даже инвентаря. Теперь все иначе. Есть инвентарь, есть масса персонажей, с которыми можно взаимодействовать. Есть, наконец, пазлы. Разнообразит геймплей необычная способность главного героя изменять свой рост. Йозеф не смог дотянуться до рычага в обычном состоянии. Значит, стоит попробовать вытянуться или наоборот собраться, чтобы отыскать тайный проход. Пятерка за геймплей. Внешний вид игры не оставит равнодушным никого. Она даже взяла приз за выдающееся оформление на минувший IGF. Любой экран здесь изобилует таким количеством деталей, что каждый квадратный миллиметр можно принять за активный сектор. Там наверняка нарисовано что-то уникальное. Пять баллов за внешний вид. Атмосферный саунд прекрасно наполняет графическое оформление. Музыка не то что не надоедает, а вызывает непреодолимое желание найти саундтрек и скинуть его себе в плеер. Пять баллов за звук. Такую игру даже сложно назвать развлечением в привычном понимании этого слова. Здесь со стороны игрока требуются определенные усилия. И чем оно больше, тем больше отдача. Пятерку получает сегодня игра Машинариум. Громадный бюджет уже вряд ли привлекут миллионы людей к старомодным квестам. В современных условиях единственная причина, по которой игрок будет полчаса ломать голову над обновленной версией пятнашек, это желание увидеть, как трогательный робот нелепо растянется на полу. А чтобы таких моментов в вашей игре было больше, мы подготовили наши ответы на самые частые вопросы по игре Машинариум. Вопрос. Как выбраться из тюрьмы? Куда меня посадили роботы-разбойники? Отвечаем. Первым делом поговорите со вторым заключенным. Выяснится, что он хочет курить. Оторвите кусок туалетной бумаги и соберите зеленую растительность с трубы. Затем высушите ее на лампе. В инвентаре объедините бумагу с сушеной растительностью, получите сигарету. Сокамерник отблагодарит вас, и у него отвалится рука. Используйте ее, чтобы проникнуть в другую камеру, а через нее в третью. Там потрясите сейф и получите швабру. Затем отвинтите кран с трубы, его нужно объединить со шваброй. Получившимся изделием открываем люк и выбираемся из камеры. Следующий вопрос. Как мне вернуть даме-роботу ее собачку? Отвечаем. Собачка находится на другом берегу, но сначала нужно пододвинуть два ящика к даме. Затем в панели, расположенной там же, решаем головоломку. В результате один из ящиков поднимается наверх, а оставшийся перетаскиваем обратно. Забравшись на него, получится дотянуться до лестницы. По ней карабкаемся в кабину управления огромной масленкой. Подгоняем масленку к берегу, где сидит собачка, и выливаем немного масла. Собака тут же подбежит к лужице и начнет лакать масло. Спускаемся обратно. Достаем пистолет, заряженный вантузом, стреляем в собачку и подтягиваем ее к себе. Таким образом, несчастное животное окажется в наших руках. Остается только доставить собаку ее хозяйке. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз-ТВ в проекте Cinema Game вы сможете увидеть новые серии приключений Сэма и Макса, офицеров вольной полиции. Куда едем, Сэм? Не мафиозное казино-медвижение. Сэм и Макс отправляются прямо в логово врага. Бросим оружие приносить с собой. Мы всегда приносим. После ожесточенной перестрелки в живых не остается ни одной крысы. Послушай, Заяц, Леонард Смейхвост не Шулер, понял? Он просто хорош в игре. Смогут ли детективы обыграть Шулера в карты и проникнуть в заднюю комнату казино-медвижение? Вы узнаете в следующий раз. Сам жду, не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. Не пропустите. Cinema Game – кино по вашим любимым играм. Dragon Age Origins – не просто игра. Это логическое продолжение идей, заложенных BioWare еще в Baldur's Gate. Канадских разработчиков всегда увлекала сюжетная составляющая и способность истории расщепляться, растекаться по разным руслам. И вот, наконец-то, Dragon Age увидела свет. В Origins выбирать дорогу приходится постоянно. И первый, самый важный выбор вам предлагают сделать в самом начале игры, спрашивая, кто вы такие, откуда родом, кто родители, богат или педен, чем занимаешься. В Dragon Age есть несколько вариантов происхождения героя. И от этого выбора будет зависеть завязка сюжета и даже место действия первых часов игры. Разумеется, в какой-то момент все сюжетные ручейки впадают в одну большую реку, но все равно впечатляет. Как заявляет Грек Зищук, один из основателей студии разработчика, безусловно, всегда есть конечное число вариантов развития сюжета. Нельзя нажать на кнопку и уничтожить мир. Бум, и никакого вам сиквела. В любом случае, то, как будет вести себя герой и его друзья, зависит в первую очередь от вас самих. Игра ни к чему не подталкивает игрока, а лишь время от времени направляет по сторилайну, оставляя вам выбор, как вести себя на сюжетах-развилках. Системные требования Dragon Age Origins таковы. Четырехъядерный процессор на частоте 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 20 ГБ на жестком диске. Система взаимоотношений между персонажами, впервые опробованная все в той же Baldur's Gate, действительно вернулась и чувствует себя лучше всех. С некоторыми героями, как это принято в подобных играх, можно закрутить интрижку. Закончив разговаривать, выяснять отношения, герои в Dragon Age обычно берутся за оружие. Сражение, как всем давно уже известно, происходит в реальном времени, но с применением активной паузы. Нажимаете на пробел, стрелы замирают в воздухе. Герои изображают морские фигуры разной степени сложности. Вы же в этот момент можете отдавать приказы, лечить подопечных и даже копаться в сумках. В общем, все как в старые добрые времена. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Во время сражения кровь забрызгивает лицо и одежду героев. Выглядит это одновременно, эффектно и курьезно. Кровь не смывается даже после 8-часового сна. Но зато стрелы вонзаются в щиты и остаются торчать в них. Сталь звенит, воздух дрожит от боевых кличей. Вокруг то и дело полыхают заклинания. Есть драйв, есть зрелищность. Вообще смотреть на Dragon Age Origins приятно. Мягкий свет, красивые модели, чудесная мимика. Наша оценка графического оформления – 5 баллов. Что касается звука, то к нему также никаких нареканий. При наличии у вас дома хорошей аудиосистемы полное погружение в волшебный мир Dragon Age гарантировано. А к оригинальному саундтреку приложил руку известный шок-рокер Мэрилин Мэнсон. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Но самое главное, что у Dragon Age Origins под капотом. И это мы не о движке. Ролевая механика Dragon Age – это воплощенный компромисс. Базовых параметров, описывающих каждого персонажа в игре 6. Помимо них, класс героев, специализация внутри класса и, конечно же, особые способности заклинаниями. Кроме того, ваш персонаж в определенный момент вступает в Орден Серых Стражей – хранителей мира Dragon Age. Одним словом, есть где развернуться. Наша общая оценка Dragon Age Origins – 5 баллов. Dragon Age Origins – классическое РПГ для всей семьи. Глубокая ролевая механика тут соседствует с дорогущими спецэффектами и внушительной постановкой. Определенно, перед нами главное жанровое событие этого года. А теперь, ненавязчиво так перейдем к нашим ответам на ваши вопросы и советам по прохождению игры Dragon Age Origins. Вопросов по игре пришло столько, что мы решили ограничиться краткими советами и рекомендациями по самым проблемным моментам. Во-первых, если огонь горит, значит его кто-то зажег. Возможно, это был наш герой или один из его подручных. Самый простой и затасканный пример – поджигание огненным шаром лужи масла. Если правильно комбинировать заглянание, еще и не такое может получиться. Во-вторых, в группе может быть до четырех персонажей. Это очень активные ребята. У них по любому поводу есть свое мнение, и они не стесняются его высказывать. Даже собачка нет-нет, да и тяпнет что-нибудь. Так что следите за тем, чтобы в вашей компании царил мягкий климат, взаимоуважение и понимание. В-третьих, крупные враги в бою не просто размахивают руками и топают ногами. Они хватают героев, швыряются тяжеленными камнями и вообще ведут себя очень невоспитанно. Держитесь от них в приличном отдалении и постоянно следите за тем, как в этот раз они хотят вам навредить. И, наконец, в-четвертых, магия – неотъемлемая часть мира Dragon Age. Без колдуна группа разваливается, враг торжествует, а вы проигрываете. Письма без фотографии рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. Вап.муздефизтв.ру Я всегда в твоем мобильном. До скорого, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!